приветствую друзья с вами артем деев и компания a market как и обещал специально для вас продолжаю тему инвестирования огромное всем спасибо за обратную связь и комментарии к прошлому видео об инвестиционных мифах под ними развязалась довольно бурное обсуждение собственно благодаря которому я понял что нужно готовить как раз контент на данную тематику ребята не забывайте подписываться на наш канал и ставить лайки которые оказывают в том числе очень большое мотивирующее воздействие и на меня ну и конечно же жду комментариев к этому видео в том числе с предложениями темы для моего следующего ролика который я с большим удовольствием подготовлю для вас кстати как вам новое оформление об этом также можно высказаться в комментариях и так сегодня мы поговорим о том куда можно вложить 30000 рублей много это или нет давайте будем исходить из того что это сумма достаточная для того чтобы задуматься об инвестировании уж точно чего не хочется так это даже чтобы эти деньги лежали мертвым грузом в прошлом ролике о мифах об инвестициях мы не только выяснили но и надеюсь уяснили что деньги большие и маленькие неважно какие они прежде всего должны работать для того чтобы деньги работали их не обязательно вкладывать в какой-то проект их не обязательно вкладывать в какой-то финансовый актив или конкретную сделку в данном случае 30 тысяч рублей можно использовать для формирования финансовой подушки безопасности то есть создать финансовый резерв на случай какого-то форс-мажора либо непредвиденной жизненной ситуации например вы лишились источника постоянного дохода финансовая подушка придет вам на помощь и точно поможет пережить смутные времена никто кроме вас не знает друзья какой должна быть эта сумма но вам безусловно виднее я рекомендую прямо сейчас задуматься о том сколько денег вам необходимо для комфортной жизнедеятельности в месяц и умножить эту цифру на 6 именно такой резерв у вас всегда должен быть наготове на случай если что-то в жизни пойдет не так если вы тратите в месяц 50 тысяч рублей ваша финансовая подушка безопасности должна составлять 300 тысяч рублей и вот как раз те 30 тысяч которые мы сейчас с вами обсуждаем пусть эта сумма ляжет в основу такой подушки а далее уже каждый месяц по возможности откладывайте столько чтобы впоследствии довести этот показатель до требуемого уровня 30 тысяч рублей можно вложить в себя на повышение квалификации на изучение языков на прохождение каких-то курсов обучающих отдача точно последует и я абсолютно уверен что а столицы дело в том что приобретение нового знания навыка это фактически инвестиция в себя которая значительно повышает вашу ценность как кадра также повышает и самооценку и впоследствии это приводит к тому что вы начинаете больше зарабатывать друзья воспользуйтесь этим простым советом прокачайтесь личностно куда еще можно вложить 30 тысяч рублей по своему опыту могу сказать что будь у меня кое-что некоторое время назад это бы значительно сэкономила мне средства и нервы в будущем речь идет об элементарной страховки недвижимости моем случае о страховании квартиры отличную на страховку от скажем различных форс-мажоров от надежного страховщика сейчас можно провести тысяч за 10 может быть даже меньше на позволит вам застраховать свою квартиру от банального затопления соседями либо сократить ваши издержки если виновником данного инцидента окажетесь вы я прекрасно понимаю что большинство нас этой страховки никогда не сталкивалась и не столкнется и жили 20 лет а без этого и проживем еще больше но как говорится друзья даже висящее ружье стреляет пока не столкнемся не осознаем всех негативных последствий можете учиться сейчас на моем опыте и я рекомендую все-таки рассмотреть возможность как приобретение страховки на недвижимости ну и конечно же 30 тысяч рублей касательно финансовых рынков начнем с вклада в банк банковского клада многие скажут то что это самый лучший способ накопления средств для поставленных целей я считаю что это не так если у вас несколько миллионов рублей то возможно банковский вклад стоит рассмотреть в качестве инвестирования но если речь идет о сумме в 30 тысяч рублей это точно не тот показатель не та цифра чтобы можно было нести ее в банк потому что даже по средней ставке 6 процентов годовых это будет всего лишь 1800 рублей в год и около 150 в месяц а если мне не изменяет память все ровно столько стоит пару поездок в московском метро 30 тысяч рублей можно дать долг государству например через офз опять же при таком вложении вы получите доходность чуть выше банковского вклада то есть вы сможете претендовать на доходность не 150 рублей а 155 160 рублей в месяц но опять же овчинка выделки не стоит мне кажется очень смешная цифра если же вы ставите цель реально заработать 30 тысяч рублей на мой взгляд куда более предпочтительным вариантом являются вложения в гораздо более доходные инструменты пусть и с большим риском речь идет об акциях это фондовый рынок и тефа валюта рынка форекс например 30 тысяч рублей вам маркет дадут вам возможность открыть любую сделку по любому активу с расчетом на повышение на понижение совершенно неважно можно с минимальным плечом купить нефти или продать евро доллар где положительные свопы поэтому вы сможете сделку держивать столько времени сколько потребуется такая сделка может дать вам 30 тысяч рублей сверху дохода безусловно не сразу не на следующий день возможной перспективе года главное друзья правильно оценить рыночные возможности в этом вам как раз помогут персональные менеджеры которые закрепляются за каждым клиентом компания маркетса я допускаю то что это далеко не весь перечень скажем каналов для инвестиций где можно пристроить 30 тысяч рублей возможно у вас также есть идеи того как ими распорядиться поэтому буду рад если вы поделитесь ими в комментариях к этому видео на этом собственно все спасибо за внимание всего доброго до до свидания